Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. А вначале вы видели обложку журнала GameXM за февраль 1999 года. Тут была огромная статья про цивилизации под названием «В поисках третьей цивилизации», то есть ждали выхода третьей части и рассказывали, собственно, о первой, о второй. Вот я вам даже сделаю небольшой показ статьи, эти тут скриншоты, рассказы и прочее. Но, естественно, я сейчас не про цивилизацию буду, не про историю цивилизации, а хочу зачитать одну статью из GameXM. Почему зачитать? О, кстати, дерево технологий Альфа Центавры. Такое прикольно. Вообще жалко, что GameXM, конечно, по-моему, в 2006 году приказал долго жить. Жаль, это, по-моему, был лучший журнал о компьютерных играх не только в России, а вообще в принципе, потому что он являлся сам собой таким отдельным культурным феноменом. Все статьи из него даже сейчас читаются очень свежо. И по этому поводу хочу вам прочитать статью из рубрики «Голоса» Олега Михайловича Хожинского из номера за апрель 2002 года под названием «Учебник счастья» или «Как перестать» троеточие и начать играть. Почему зачитать? Вообще, вот после выхода шестой цивы, да и вообще, когда вот любая игра выходит, я делаю на нее рецензию, очень многие люди начинают там измущаться. Вот, раньше-то игры были намного лучше, а сейчас отношение разработчиков к тому, что они выпускают, совсем ухудшилось. Так вот, статья 2002 года, то бишь 14 лет назад. Во-первых, написана офигенно. И я постоянно, когда хотел вот к этой теме перейти по поводу выходящих игр, я всегда вспоминал Олега Михайловича Хожинского, вот эту его статью, и понимал, что я лучше сказать не смогу. Поэтому я решил вот ее вам озвучить. Если кто-то хочет прочитать в тексте, то опять ссылка в описании. К сожалению, подшивка GameXe ушла, то есть создатели, вот издатели этого журнала не понимают, какая это ценность была. И читатели, поклонники журнала сами вас создают, поэтому ссылка будет на сообщество любителей журнала, которые как-то это все оцифровывают. Но сейчас я вам зачитаю этот учебник «Счастье», и вы поймете, на самом деле ничего не меняется. Поэтому я, вот лично я всегда к выходу новых игр отношусь проще по заветам Олега Михайловича Хожинского. Единственное, что сразу отмечу, в связи с тем, что многие реалии поменялись за 14 лет, поэтому кое-что я буду как бы изменять под нынешнее время, чтобы вам было проще это воспринимать. Ну, а видеофоном, чтобы вы не смотрели на мою милую рожицу, я, конечно, красавец, ну, смотреть все время на меня скучно, я буду вставлять видео игр, лучших игр 2002 года, чтобы вот почувствовать то время. Вступительное слово завершен, давайте, завершено, давайте перейдем к статье. По роду деятельности мне часто приходится ездить по стране, выступая с лекциями и семинарами. И где бы я не встречался со своими зрителями, в конференц-зале отеля «Балчукемпинске» или кемеровском ДК «Металлург» люди задают мне одни и те же вопросы. Кто ты такой? Зачем я здесь? И, наконец, когда выйдет шестая цивилизация? Сегодня, когда ответ на главный вопрос, кажется, найден, у меня появилась возможность ответить и осветить другие проблемы. Начну с цитаты. Признаюсь, год назад я была совершенно другим человеком. В постоянном страхе упустить что-то интересное покупала практически все игры, которые попадали на наш рынок. Операционная система выла белугой, а системный реестр уже после двухсот инсталляций притворялся чужим. Шедевры, а так было написано на обратной стороне дисков, сменяли друг друга, однако желанного удовлетворения не наступало. Игры, в которые мне хотелось бы погрузиться, отказывались демонстрировать на моем компьютере более двух кадров в секунду. Или же были совершенно сырыми. К тому моменту, когда желанный патч появлялся в сети, я была полностью игрой разочарована и не имела никакого желания повторять все снова. Сумасшедший спринт по верхам довел меня до высшей степени нервного истощения. В любой игре я видела лишь ловушку, обман, фокус, фальшь и незавершенность. Потемкинские деревни до самого горизонта. И вот однажды, по совету подруги, я отправилась на семинар Олега Михайловича Хожинского. Его слова «изменили мою жизнь». Всего через несколько месяцев регулярных занятий по его методике я почувствовала первые положительные сдвиги, а спустя год полностью вернула себе душевное и физическое здоровье. Теперь я играю в самые настоящие шедевры, без всяких там кавычек, в режиме полной детализации. И получаю истинное наслаждение от каждой минуты, проведенной за компьютером. Спасибо вам, Олег, за вашу чудодейственную систему. Конец цитаты. Эту женщину, друзья, зовут Татьяна. И она, как и тысячи других игроков по всей нашей многострадальной России, вернула себе способность радоваться компьютерным играм. Крупные издатели делают все, чтобы превратить нас в рабов потребления их картонно-пластиковой псевдокультуры. Смириться, проведя лучшие годы жизни за кормовыми играми, или выбрать собственный путь, получая удовольствие от игр с прописной буквы «И», решение зависит только от вас. Я могу лишь указать вам направление. Следуя древней мудрости, заключенной в приведенных дальше правилах, вы очень скоро почувствуете улучшение своего состояния. Продолжайте упорно тренироваться и не забывайте регулярно посещать мои семинары. Успехов вам на пути самореализации. Итак, первое. Если люди будут играть во все компьютерные игры подряд, некому будет крутить на заводе гайку и двигать мышь. Некому будет говорить по телефону и пожимать руки. У народа не останется денег на еду. Второе. Мудрый человек не смотрит игровые видео. Если смотреть все, что публикуют, в голове не станет места для собственных мыслей. Игровые видео беспокоят разум и вызывают сердечное волнение. Поэтому истинный путь состоит в том, чтобы подписаться на канал, но не смотреть его. Третье. Вне знания сила. Знание лишает человека воли. Интернет подобен таинственному сосуду, в котором нет дна. Если кто-нибудь начинает из него пить, то не может остановиться. Пьет и пьет, забыв про жажду. Люди приходят в интернет без особенной цели и вскоре оказываются не в силах встать и уйти. Они читают новости или говорят с друг другом, переливая из пустого в порожнее. Информация ради информации разжижает разум и лишает человека опоры. Незачем знать, что сказал об игре ее продюсер. Ни к чему читать четыре одинаковых интервью на чужестранном языке. Новые картинки и демо-версии ничего не изменят в порядке вещей. Поэтому мудрый человек избегает интернета. То, что нужно знать, станет известно. То, что не нужно знать, знать не требуется. Четвертое. Если кто-нибудь ждет выхода любимой игры, он тратит свое время зря. Жизнь его протекает в режиме бесконечной паузы. Такой движется от одной даты календаря к другой, вместо того, чтобы наслаждаться каждым моментом. Ожидание иссушает сердце и лишает способности ценить то, что имеешь. Ожидание заменяет удовольствие от игры. Поэтому мудрый человек ничего не ждет. Он играет в игры, которые уже вышли и ничего не знает о будущем. Он живет в настоящем, черпая из прошлого. Пятое. Хорошая игра не подвластна времени. Плохая игра исчезает, как след на песке под натиском морской волны. Плохие игры создают видимость. Хорошие игры не сразу видны. Плохие игры забивают голову ерундой и портят кровь. Хорошие игры открывают двери в чудесное. От плохих игр портится пищеварение и образуются мешки перед глазами. Поэтому мудрый человек играет только в хорошие игры, избегая плохих. Шестое. Отличить хорошую игру от плохой может только время. Тот, кто судит об игре по красивой коробке, часто ошибается. Тот, кто покупает игры, следуя уговорам рекламы, подвержен разочарованию. Тот, кто доверяет базарным сплетням, проявляет недальновидность. Люди суетятся и расталкивают друг друга локтями в магазинах, торопясь приобрести иной блокбастер. Они кричат и волнуются, как на пожаре, не понимая, что впереди вечность. Мудрый человек никуда не спешит. Игры выходят сами по себе, и ему нет до этого дела. Седьмое. Ошибка в игре подобна камню, брошенному лунной ночью в спокойные воды озера. Если камней много, зарябью не видно луны. Новые игры полны ошибок. Тот, кто играет в игру сразу после ее выхода, обрекает себя на страдания. Разработчики никогда не успевают исправить все ошибки в срок. Полицейский застревает в стене, квесты не исполняются как должно, враг бьет в полсилы. Лишь через полгода игра обретает желанную форму. А если речь идет о ролевых играх, то через год. Поэтому мудрый человек никогда не играет в игру сразу после ее выхода. Он терпеливо ждет, пока все ошибки будут исправлены. И терпение его вознаграждается стократно. Восьмое. Новые игры обладают высокими системными требованиями. Не каждый человек может запустить их на своем компьютере. Не каждый может насладиться игрой в режиме максимальной детализации. Поколения графических акселераторов сменяют друг друга каждые полгода. Снижение цен на процессоры также случается нередко. То, что сегодня ползет, завтра пустится голопом. Скалируемый движок растит мясо полигонов на теле любимых персонажей, несмотря на календарь. Поэтому мудрый человек не тратит время на покупку акселератора в последней модели. Он следует срединному пути и не знает преград. Кошелек его остается полным, а уровень детализации персонажей максимальным. Девятое. Плохая игра оставляет после себя лишь горсть пресс-релизов. Хорошая игра. С годами становится все больше и больше. Благодарные жители находят ответы на часто задаваемые вопросы. Собирают подробные списки оружий и заданий. Рисуют карты и сочиняют рассказы. О, кладезь бесценных знаний. Безмолвно лежит он в электронных глубинах под охраной алчных провайдеров. Но мудрый человек знает, как обойти препоны на пути к истине. Играя без подсказок и чит-кодов, он с благодарностью принимает накопленный другими людьми опыт. И становится самым сильным воином во вселенной. Десятое. Тот, кто проходит новую игру за три дня и три ночи, достоин сострадания. Тот, кто не спит и не ест, желая любой ценой дойти до последней миссии, похож на дикого вепря в цветущем саду. Мудрый человек играет в игру не ради победы. Он никуда не спешит, потому что находится в покое. Он не тяготится своим увлечением, потому что играет без цели. Тигр сменяет дракона. Но цивилизация и герои остаются на своих местах. Одиннадцатое. Молодая игра слаба и несовершенна. Лишь Близзард может позволить себе тратить на баланс геймплея годы, и то бестолку. Летная модель некоторых самолетов не совпадает с действительностью. Китель румынских штурмовиков содержит на две пуговицы больше, чем требуется. Текстуры брони низкого качества. Если игра плохая, люди отвернутся от нее. Если игра хорошая, люди помогут. Хорошая игра обрастет модами, как днище корабля жемчугом. Есть игры, в которые вовсе не следует играть без модов. Ну, например, Скайрим. Счастлив тот, кто начал свое знакомство с игрой спустя годы после ее выпуска. Главное, в правильном порядке установить нужные патчи. Двенадцатое. Тот, кто умеет ждать, может дождаться аддона или второй части. Аддон — это игра, которую разработчики не успели сделать полгода назад. Поэтому мудрый человек покупает только игры с четными порядковыми номерами, избегая нечетных. Тринадцатое. Кто вечно спешит и суетится, тот платит двойную цену. Кто заказывает игры заранее, тот растрачивает трудовые сбережения впустую. Алчные торговцы зарабатывают на ажиотажном спросе, продавая воздух. Поэтому мудрый человек ждет, пока все наиграются, а потом просит у товарища аккаунт бесплатно. Или покупает игру на распродаже. Ну, потому что не жалко никаких денег за хорошую игру. Четырнадцатое. Как следовать истинному пути. Успокоить сердце и освободить разум от мыслей. Не ждать появления хороших игр на горизонте. Смотреть себе под ноги. Зайти на главную страницу моего канала. Открыть плейлист обзоры умных игр. И посмотреть, о чем я рассказывал год назад. Прислушиваясь к своему сердцу. После чего купить заинтересовавшую вас игру на распродаже. Скачать все необходимые патчи, моды, дополнения. Вдумчиво и со вкусом все изучить. Закрыть браузер. Выйти из интернета. Выстроить хорошие игры одну за другой. Чередуя быструю с медленной. Провести год в счастливой игре. После чего опять зайти на мой канал. И посмотреть, о чем я рассказывал год назад. В заголовке отсутствует слово. Между тем, все почему-то уверены, что на месте пропуска должно быть слово «инсталлировать». Как перестать инсталлировать и начать играть. Учебник счастья. Олег Михайлович Хожинский. Журнал GameXe. Номер 4 за 2002 год. Озвучил Алексей Альбертович Халецкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова